Сейчас о спорте. Заключительный матч новогодней домашней серии «Тверское Динамо» провело с командой «Рязань». Место в воротах «Белоголубых» занял Вадим Жиренко. В заявку на матч был включен еще один игрок в маске – 17-летний нападающий Дмитрий Злодеев. При этом его сверстника Ивана Дитковского переместили в первое звено к опытному Иванову и Шипову. Как сложилась игра для обновленного состава «Динамо» расскажем прямо сейчас. Стартовая пятиминутка завершилась двойным удалением у хозяев. Однако рязанские гости провели две полноценные минуты супер-большинства невыразительно. Позже рязанцы повторили формат пятня-три, но открыли счет, когда на площадке появился четвертый «Динамовец». В пустой угол ворот Жиренко не промахнулся Андрей Чванчиков. Свой гол «Динамовцы» забили во втором периоде. В первый период было у них много удалений, мы реализовали большинство. Понятное дело, что команда соперника будет добавлять. Вот они добавили. И мы где-то очень много играли в своей зоне. Из-за этого нам пришлось самое главное не пропустить сейчас, а в третьем периоде постараемся забить. В самом начале второй минуты заключительного игрового отрезка «Динамовцы» впервые в матче вышли вперед. Несильный наброс Георгия Бусарова на ворота Рязани стал львым. Тверичане попытались развить успех, подолгу разыгрывая шайбу в зоне гостей. Но первый же в третьем периоде бросок рязанцев в исполнении Сергея Мельникова оказался неожиданностью для Вадима Жиренко – 2-2. Теперь уже хоккеисты Рязани почувствовали прилив энергии и провели, пожалуй, самый активный атакующий отрезок в матче. Пыл гостей погасил удаление, но тверское большинство не сработало. За пять минут до завершения основного времени стало понятно, что овертайма в этот вечер было не избежать. Дополнительный период не дал ответа на вопросы победителей. В серии из пяти бросков не было забито ни одной шайбы. Два очка Рязани принес Георгий Сергеенко. Следующий матч регулярного чемпионата ВХЛ тверские динамовцы проведут в Китае, где сыграют в Ценгтоу, КРС БСУ и Орджи. Продолжение следует...